всем привет новое видео на канале это сегодня анти обзор телефона xiaomi me 3 почему анти потому что телефон вышел из строя на него мы посмотреть сможем только внешне и оценить его цветопередачу работу экрана сожалению будет увы никак что ж давайте начнем начнем все начинается как всегда любой товар начинается для нас как потребителя с упаковки упаковочка у нас фирменном стиле xiaomi это плотный картон по картон по которому можно скорее всего бить ногой с ним ничего не произойдет внутри у нас с вами производитель точнее продавец положил пленочку может и производитель не знаю в общем пленка присутствует вот так вот выглядит коробка с телефоном телефон находится у нас такой некой ванночки в углублении тянем за хвостик и вытаскиваем телефон телефон сам в стороночку давайте поговорим об упаковке зачем я снимаю этот обзор затем для того чтобы люди поняли я расскажу несколько нюансов существует очень много подделок в том числе и на этом а а конкретно именно на эту модель стоит там порядка 250 300 долларов иногда даже чуть меньше чуть больше в общем практически столько же сколько оригинал но не стыдятся и подделывают и все начинается с полиграфии с качество коробки можно отличить от оригинал и не оригинал во-первых сама плотность картона из сама коробка выглядит немножко по-другому у нас это оригинал проверяли после даже всяких подробных скажем так рассмотрение упаковки обязательно не забудьте проверить и мы телефона на xiaomi.com и там должно вся информация быть актуальна что оригинально и не оригинально далее вот такой вот у нас конвертик здесь у нас с вами полиграфия это у нас гарантия от китайцев она в принципе нам не нужна если покупаете на алиэкспресс или в других интернет магазинах они как правило говорят гарантия год то есть случае чего при наступлении просто вам придется отправлять телефон в китай так как у меня не гарантийный случай отравлять его и к никуда не буду кстати если кому-нибудь нужно будет аппарат на запчасти обращайтесь пожалуйста за копейки отдам потому что скорее всего мамка там живая материнская плата корпус нико цены и стеклышко тоже практически в идеале здесь у нас sim инжектор и принципе больше ничего далее у нас пенал в нем у нас двух сторон находятся вот такие вот кармашки первым у нас находится самое интересное что смотрите даже на картоне на кармане допустим здесь указано о том что здесь лежать будет провод точнее сказать кабель зарядного устройства микро usb usb вот в таком конвертике давайте с вами скроем посмотрим так сейчас секундочку возьму ножик точнее ножик у нас далеко взять в общем давайте попробуем вот так вот с вами посмотреть вот такое вот зарядное устройство оно отличается тем что она более-менее качественное провод мягкий в общем заряжать должно в порядке далее с другой стороны у нас с вами указано что вилка зарядного устройства показываем на картинке открываем и видим первое это переходник на нашу розетку российскую европейскую вот такой вот переходничок переходничок переходничку рознь этот более-менее качественный и и само зарядное устройство давайте посмотрим это скорее всего будет он давайте вот так вот будет видно до 1 ампер заряжается в течение двух с половиной трех часов и аппарат полностью заряжен далее что у нас непосредственно сам смартфон смартфон имеет диагональ 5 дюймов выполнен он по технологии ips full hd 1980 1920 на 1080 пикселей плотность пикселей не помню но в общем она больше чем ретина эффекты очень радует сам смартфон сделан из пластика с пластик такой похож на soft touch покрытие но это не soft touch покрытие не знаю как он более-менее правильно называется но в общем она как можно меньше оставляет отпечатков следов отпечатков пальцев но все-таки оставляет но быстро стирается сам телефон имеет соответственно у нас форме прямоугольника такой некий брусок удобно лежит в руке немножко вот этот угол вот этот вот надо будет привыкнуть потому что углы все-таки с слева и справа обтекаемые а вот здесь вот они немножко заостренные в общем надо будет привыкнуть либо носить чехле значит с левой стороны у нас нету ни одного интерфейса с правой стороны клавиша включения-выключения клавиши регулировки громкости сзади давайте вот так вот наверно будет удобней у нас решеточка под динамик и гнездо для зарядки самого телефона сверху у нас обычный разъем точнее лоток для обычной sim карты разъем мини джек 3 и 5 микрофон сзади у нас до сдвоенная светодиодная вспышка дополнительный микрофон камера 13 мегапикселей задние у нас это соневская оптика снимает она неплохо одна наверное одно из например лучших решений конечно не так как iphone 5s и samsung galaxy s5 но все-таки неплохо снимает дальше включаем пытаемся включить экран вот так вот он себя ведет что ж давайте вкратце расскажу какие бенчмарках он набирает результаты antutu тест 36 37000 мульти-тач тест 10 касаний дальше на на mark 2 50-60 кадров fps дальше спутники ловят неплохо еще раз повторюсь но установлен snapdragon 800 1 один из лучших процессоров в мире на данный момент тактовая частота 2 и 3 гигагерца операцион оперативной памяти 2 гигабайта тип памяти ddr3 современные игрушки тянет очень 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 значит android 330 в виде в качестве видео ускорителя и никаких лагов нету из коробки установлена операционная система не и уай точнее это оболочка операционной системы android очень качественно под себя можно ее сделать все будет удобно интерфейс красивый здесь к сожалению не посмотреть снизу у нас присутствуют клавиши управления не сенсорные имеют подсветку подсветка мягкая теплая и не режет глаз все работает никаких багов и никаких проблем в процессе работы нету из коробки еще раз повторюсь процесс прошивка на английском либо китайском языках для того чтобы она была на русском вам надо будет зайти на miui.su скачать прошивку для данной модели телефона на полностью руссифицирована переведена на русский язык ребята стараются в каждую неделю делают переводы по поводу прошивки прошивка одна из лучших на данный момент для андроида все любят ее отзывы нас как потребителей скажем так покупателей людей которые пользуются этой прошивкой положительные ничего плохого не сказать не могу значит багов в проблеме точнее багов в работе какие-то там косяки даже вот сейчас вот в таком дисплее при таком сломанном дисплее мы видим что ничего не тормозит ничего не никуда не дергается нету никаких подлагиваний аппарат ведет себя безусловно отлично это один из лучших телефонов на данный момент на операционной базе android и кстати из коробки 4.3 но уже сейчас доступно android 4.4 kitkat и в общем все его прелести пожалуйста в одном месте что ж качество видео и качество фото на нем поверьте на слово неплохие где-то наверное на четверочку по пятибалльной шкале еще раз повторюсь есть лучше но здесь все нормально все в порядке далее что у нас производительность в играх игры все на максимальных настройках единственная игра san andres есть небольшие подлагивания но она лагает на всех устройствах на таких флагманах как еще раз скажу iphone 5s samsung galaxy s5 sony xperia z2 здесь ведет себя практически так же остальные же игры безусловно на полной мощности при максимальных настройках все играбельно все офигеть офигительно телефон ребят на самом деле я крайне рекомендую его к покупке один из лучших еще раз скажу не буду как говорится не устану повторять о том что это один из лучших телефонов на данный момент и по цене цена и по вернее по критерию цена-качество то есть за 300 долларов сейчас он в китае стоит 300 с копейками долларов оригинально на 16 гигов кстати имейте ввиду карты sd никак не вставить и насколько купите бывает существует на 16 на 64 гига настолько вам памяти навсегда и останется на 16 мне хватает некоторым нет кому не хватает берите на 64 чуть дороже стоит ну порядка от 10 до 13 тысяч рублей это все стоит под ключ можно привести с китая без проблем ожидания две-три недели у вас в руках мощная мощная лошадка для ваших повседневных нужд далее к нему не забудьте ребята купить аксессуары потому что если бы был телефон у нас в чехольчике не было бы никаких проблем благо бы в него не попало аксессуары бывают разные производители аксессуаров стараются делают красивые и не очень делают утолщающий корпус и не утолщающий корпус чехольчики пленочку я наклеил она немножко портит впечатление потому что она конечно защищает устройство сам у нас экран по технологии горилла глаз 3 точнее его аналога но ничем не уступает оригиналу сделано она практически не царапается я наклеил пленку ну не знаю на самом деле если бы ничего с ним дальше не произошло такая беда я бы пленочку снял и использовал экран просто так кстати насчет экрана давайте посмотрим вот особенно на торсах видно что экранчик чуть-чуть выступает над самим корпусом и он как будто бы на общем ощущение такое что вы прям касаетесь тех иконок тех кнопок что на экране и вот они как будто парят в воздухе по крайней мере у меня такое ощущение создалось вот так вот ну здесь конечно же версия цвета идет углы обзора здесь не посмотреть но поверьте мне они отличные дальше перейдем к чехольчикам начали про них разговаривать вот этот чехол обзор кстати есть ссылочка на канале будет приехал к нам недавно с Китая телефон в его нормальном рабочем режиме не дождался этого чехла но если бы дождался это наверное был бы его постоянным домом вот так вот можно в обзоре я этого не показывал вот так вот можно использовать в качестве подставки если вам не нравится можно использовать вот так вот пожалуйста разговаривать пройдусь для динамика есть и можно использовать даже без пленочки чехольчик у нас из материала не кожаного но очень приятного на ощупь далее изначально в комплекте у меня то есть я докупал себе обязательно вот такие вот чехольчики немножко неправильно себя повел надо было чехол одеть использовать в чехле потому что корпус устройства вот этот вот он может то есть вы когда носите особенно достаете из кармана как бы телефон просто может выскользнуть потому что немножко он такой скользкий хоть и не металлический но довольно таки гладкое устройство и может нечаянно вас выскользнуть из рук если будет вот такой чехол и что-то наподобие я люблю вот такие вот это компания нилкин пожалуйста структура у него такая вот немножко под карбон вот сейчас видно вот она такая вот сделан из пластика вот так вот выглядит сам телефон он его не утолщает у нас отверстие есть под кнопочки все без проблем нажимается удобно его будет включать выключать вот так вот вот так вот все смотрится давайте посмотрим опять же снизу видно насколько он становится толще насколько он становится больше практически не утолщает корпус эх ребят жалею я что здесь вот так вот такие интересные решения вот так вот немножко прикрывает и вот это вот прикрытие мой бы телефон спасло спасло от влаги не пожалеете 2-3 доллара купите себе какой-нибудь чехол пускай недорогой но купите чтоб чехол телефон был в чехле и уже в процессе эксплуатации при каждодневном и ежедневном использовании у вас просто он не вылетит из рук на самом деле смотрите как красиво черный цвет вот так вот вот такой вот с вами чехольчик должен был быть на телефоне и у нас защитное стекло противоударное какое-то там супер-супер навороченное той же кстати компании Нилкин китайская компания не знаю ни разу не сталкивался с ней будем как говорится посмотреть может быть так получится что мы снимем вот эту защитную пленку и наклеим вот это защитное стекло и раздолбаем его может быть молотком не знаю ничего обещать не могу но может быть кому-то на запчасти уйдет этот телефон может быть мы сможем его как-то отремонтировать кстати если надо еще раз повторюсь обращайтесь отдадим далее чехольчик у нас точнее стеклышко у нас вот в такой вот коробочке я один раз открывал смотрел что там есть что внутри нету вот такой вот у нас пакетик в пакетике скорее всего у нас с вами тряпочка может какая-то инструкция какие-то приспособления для наклейки этого стекла само стеклышко у нас вот в такой подставочке точнее не подставочки а подложечки стекло довольно таки толстенькое довольно таки тяжеленькое я думаю что его будет видно если его наклеить но оно как обещает производитель у нас защищает телефон от очень очень сильного физического воздействия что ж это был анти обзор смартфона xiaomi me 3 мы с вами скоро проведем розыгрыш смартфона не этого другого работоспособного новенького сделаем распаковку и разыграем среди подписчиков подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх с вами был канал гаджетмания всего доброго приятного дня пока пока пока